Царь Небесный Царь Небесный Царь Небесный святого апостола Павла, глава первая, их первая. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Толкование. Ни Моисей, ни после него многие, даже евангелисты, не выставляли имен своих перед писаниями своими. А апостол Павел ставит имя свое прежде перед каждым посланием своим. Это потому, что те писали для живших вместе с ними, а он посылал писание издали, и по обычаю исполнял правила отличительного свойства послания. Только в послании к евреям он не делает этого, ибо они ненавидели его посему, чтобы, услышав тотчас имя его, они перестали слушать его, утаивает имя свое в начале. А для чего он Исала переименован Павлом? Для того, чтобы ему и в этом не быть меньше верховного из апостолов, названного Кифой, что значит камень Петр, читаем в Евангелии Таана 1.42, или сыновья Зеведея, нареченных в Анергес, то есть сыновья Грома, об этом читаем и Марка 3.17. Далее. Раб. Он себя называет рабом. Рабство имеет многие виды. Есть рабство по сотворению, о котором говорится в 2.18, в 91 стихе. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Есть также рабство через веру, о котором сказано. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Об этом читаем в послании к Римлянам 6.17 стихе. Наконец, есть рабство по образу жизни. В этом отношении назван рабом Божьим Моисеем. Моисей. Читаем в книге Иисуса Новина 1.2. Павел. Раб во всех этих видах. Далее он называет себя рабом Иисуса Христа. Две прищепки там, да. Предлагает имена Господнего воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть помазаны, суть имена после воплощения. Помазан же отнюдь не Илеем, но Духом Святым, который, конечно, бесценный Илея. А что помазание бывает и без Илея, послушай. Не прикасайтесь к помазанным Моим. Псалом 104.15. Каковое изречение надо было относить к бывшим до закона, когда не было даже имени помазания посредством Елея. Далее он называет себя призванным. Слово это означает смиренно мудрие, ибо им показывает апостол, что он не сам искал и нашел, но был призван. Далее. Апостолом он всегда называет. Это слово употребил апостол, в отличие от прочих злановых. Ибо все верные призваны, но они призваны для того, только чтобы уверовать. А мне, говорит, вручено еще апостольство, которое вверено было и Христу, когда он посылается отцом. Далее он говорит. Избран благовестие Божье. Значит, в качестве суршивки, или микрофон выключите, мешайте. То есть выбран к служению благовестие. Избран. Вместо предопределен к этому, как и к Иеремии говорит Бог. «Прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Читаю в книге Иеремии 1.5. И сам Павел говорит об этом месте. «Когда благоволил Бог, избравший меня от утробы матери моей». Читаем в Галакам 1.15. Далее. «Не напрасно, говорит он, призванный и избран к благовестию, так как слово у него было тщеславным, то и внушает, что он достоин веры, как посланный свыше. То мое же благовестие называет так не по совершившимся только, но и по будущим благам. А именем благовестия тотчас утешает слушателя, ибо благовестие содержит не печальное что-нибудь, каковы предречения пророков, но сокровище несчетных благ. А благовестие – это есть благовестие Бога, то есть Отца, и потому что даровано им, и потому что делает его известным. Ибо хотя он известен был и в Ветхом Завете, однако одним иудеем, но и им неизвестен он был, как отец. Впоследствии же через благовестие он вместе с сыном открылся всей вселенной. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Фефилакта Болгарского «Благовестие – это есть благовестие Бога». И далее Фефилакт говорит «Через благовестие он вместе с сыном открылся всей вселенной». То есть о Боге идет речь. Итак, комментарий. Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой, божественной литургией, а блаженный Фефилакт называет божественным благовестием. И он не сам относит этот эпитет к проповеди, но так говорят и Писания, и Святые Отцы, и Соборы. «Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с сыном открылся всей вселенной». Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы, в себе. Но ни через требы, ни через богослужения самые пышные, самые торжественные люди не могут уверовать сознательного Христа. Бог установил определенный порядок обращения. Тени семени, то есть проповедь Слова Божия, затем полив дождем, слезами раскаяния и получение дара Духа Святого благословляющего на труд. Да, повторяется слава Блаженного Филакта, выделенные жирным шрифтом и подчеркнутым. «Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с сыном открылся всей вселенной». Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей и не слышали об этом, и не знают этого, и противятся этому. Почему? Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. Они мертвые, они не знают пути Божии, а знают обряд. они профессиональные служители религии без Духа Огня. Дух Святой, коснувшись сердца уверовавшего человека, вызывает у него торжественное благоухание этих слов, сказанных блаженным феофилактом. Уже в который раз повторяются опять эти слова. «Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей вселенной». Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию, ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призванных словах. И опять в который раз повторение. «Благовестие – это есть благовестие Бога. Через благовестие в том месте с Сыном открылся всей Вселенной». Комментарии и толкования закончены. Желающие высказаться – пожалуйста. «Можно?» «Можно?» «Покаров Иван?» «Можно?» «Для меня непонятно о том, несколько здесь говорится о том, что апостол Павел избран благовестию Божию. Как понять, то есть избран он изначально до сотворения Земли, до сотворения веков, или он каким-либо иным образом избран благовестию Божию? И как это можно сочетать эти слова о том, что он избран благовестию Божию и вот о благовестии к нам, к простым христианам? То есть мы тоже избраны или нет благовестию к Божию? Потому что чтобы благовестовать Евангелие или нет? И как это узнать избраны мы или нет к благовестию? Вопрос понятен? Игна Тихач, прошу, ответьте. Избрание прежде всех веков, это мы узнаем из 138 псалма, а далее избрание по самой жизни, когда он обратился. А как это узнать? А кто тебе может сказать, если не ты сам? Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Павел говорит, а как это определить? По твоему отношению к Богу проповеди. Иеремия этот вопрос не мог задать. И он хотел удерживать, он боялся, но Бог сказал, не малодушиствуй, чтобы я не поразил тебя. И внутри меня был как бы разлитый огонь в костях моих. И я не мог удержать этот огонь. Вот весь ответ. Если этого нет, промолчал день-два, надо уже задуматься. Что-то неладно, ребенок лежит перепеленатый и ни одного звука не издает. У иудеев тоже были свои предания. Вот пророк Илья, фисфитянин, и о нем пишется, когда он лежал где-то в коляске, в люльке, и в это время родители увидели, как ангелы кормят его огнем и огненными пеленами пеленает его. В этом большой смысл, как говорит профессор Марсенковский о избрании Евангелия. Поэтому ты должен провести для себя черту и сказать был такой, ныне такой. Послание Кримера 8-9 мы дойдем, там написано кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И однажды эту тему предложил заранее, на следующее воскресенье. А идущий со мной человек на улице и спрашивает а что я имею Духа Христова кто-то мне должен об этом сказать или я сам как-то должен узнать. О том, что у тебя есть дар слова ты знаешь это или нет ты мысли свои можешь предлагать не по-московски. Они обычно вот выступают по радио вот здесь в интернете и они как говорят допустим предложение одно ну это слово которое они все промежуток без мысли заполняют мычанием коровьим зачем же ты вышел речь твоя должна быть отточенная как демосфен совершенно никуда не пригодный был а в Греции считались знатными ораторы и поэтому он поставил задачу стать знатным оратором и поэтому он ходил даже на берег моря брал в рот какие-то галыши для чего это видимо язык чтобы шевелился и старался перекричать шум волн и стал первым лицом во всей Греции старание у Бога точно так же Бог видит у тебя талант такой был ты начинаешь свидетельство другим новые люди за тебя молятся и так откроется вход для многих людей через тебя отошел еще можно поэтому несколько если вот касательно сейчас Игнатий Тихонович прокомментировал и вот мне интересно а если я вот понимаю все понимаю о том что да необходимо благовестие благовествовать говорить о том что есть Евангелие есть Христос Он спас нас и имею ли я право вот идти и благовествовать то есть я понимаю что это необходимо необходимо вот простому человеку христианину который точно знает о том что это необходимо имеет ли он право так же идти и проповедовать Игорь Лебунов можно я скажу да можно я хотел сказать Игнатий что уже все тебе сказал Андрей по этому поводу как огонь разливается в костях и нельзя сдержать это пророчество о каждом человеке кто хочет идти по следам Христа из Ветхого Завета тебе от пророков ну раз ты не понял я тебе скажу тебе нужно оторваться от твоих друзей которые тебя окружают потому что я вижу это они ну так предполагаю что это они тебя тормозят что ты опять один и тот же вопрос задаешь это тот же самый вопрос который ты перед этим задал вот эти друзья они не знают как как нужно Бога а у тебя есть к этому призвание я вижу поэтому не нужно никаких отговорок нужно просто брать Слово Божие в себе или если у тебя есть какие-то экземпляры Слово Божие возьми с собой и иди людям дари это Слово Божие и говори о Христе как можешь вот какие слова ты прочитал прекрасное о Христе такие говори что он целитель что он исцелит вас он спасет от греха избавит от сатаны от смерти даст вечную жизнь вот все что есть у тебя все неси людям не надо переспрашивать ничего вперед небо тебя ждет если все исполнишь понятно да тихо дополнить да я тогда скажу но я увидал Михаил Кальмаев поднимает руку пусть бы он первый сказал разреши да конечно напомнить слова это но Иисус не дозволил ему и сказал иди домой к своим и расскажи им что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя рассказать от благовестия да о чем рассказывать рассказать о том как тебя Господь помиловал как он тебя освободил от рабства греху как освободил от рабства сатане как он тебя привел к вере вот о чем надо рассказывать что это сделал с тобой Христос вот как бесноватого Господь освободил от рабства сатане от беснования и сказал ему, иди расскажи, что тебе сделал Господь. Так и каждый из нас должен идти. Если он действительно получил вот эту вот свободу во Христе Иисусе, то он не может не рассказать об этом. Он просто в нем этого, ну никак не может себе держать это все. Поэтому он идет и рассказывает. Да, Миша, понятно. Так, Игна Тихонич, еще что-то хотите? Тут нужно научиться видеть все во свете Библии. Где бы ты ни был, что бы ни слышал. Я только что сейчас прочитал про Екатеринбург. Тут кто-то может быть даже есть где-то рядом. Кондукторша, вот сейчас был 30 с лишним градусов мороза. Парнишку там 9-летнего высадила, потому что у него не было денег и не мог карточку эту найти, по которой можно бесплатно или как там ездить-то. И никто из вагона, из автобуса ни слова не замолвил. А ему до остановки идти там больше километра в этом морозе. И дальше говорит, 26 человек поступило за эти дни с обморожением, двое умерли, замерзли. Ребенка выставить, это вообще... Неужели, говорит, ни одного не нашлось заплатить 20 какими-то рублями? Какие же это деньги для автобуса? Но от него-то эта цепочка добра пошла бы дальше. Он бы обязательно рассказал кому-то. Может, запомнил бы, рассказал детям и внукам. Об этом много говорит Иоанн Златоуст. Считать нельзя без слез, такое дело. И тут же поступает еще одна жалоба. Вторая. Девочку высадили. Мальчика в мороз. Мороз, где ему негде скрыться. Там видно какой-то промежуток, штрек длинный. И говорит, проводница поступила правильно, согласно инструкции ее. Но кроме того, есть же какие-то моральные еще нормы. Почему же никто об этом не вспомнил-то? Где-то, говорит, написано было, как хотите с вами поступать, так и вы поступайте. Где-то. А вот доверующим какое поприще открыто. И таких-то мест мы на каждом шагу видим. То на остановке не так. То даже просто стоят и плюются. И ты уже знаешь, что сказать. У тебя как отточенная бритва ум будет. Поэтому ты бы хотел молчать, но не получится. Ты понимаешь, если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Отошел. Так, ну я тоже свою лепту маленькую несу. Вопрос был задан, имею ли я право? То есть мне... Не имеет права молчать. Молчать не имеет права. А этот, бесноват, вспомянули. Господь его говорит, иди домой. Расскажи домашним. А написано, он пошел по городу. Вот это еще никогда не проповедует об этом. Господь показал одну тропинку, а он захватил весь город. Женщина, которая у колодца со Христом встретилась. А она побежала в город. И весь город приплыл. Как Ян Златоус говорит. Она не могла умолчать. А Господь бы отпустил и сказал, молчи нет. Она бежала и кричала, идите, посмотрите. Он все про меня рассказал. Да все рассказал. Когда жизнь ее была на виду. Он мог просто узнать от кого-то. Но ее тронуло до глубины. Потому что она задала сакральные вопросы, где поклоняться. Любое место Писания, оно ждет тебя. Чтобы ты на нем построил следующее выступление перед народом. Только услышал по радио, птицы ли летят, дорога ли перед тобой, автобус идет. Это тема. Ну сдвиньтесь с места. Я еще раз напоминаю. Когда Господь открывает дар свой, ты не узнаешь кто ты. У меня по русскому языку в школе была единственная тройка в аттестаты. По русскому языку. Два слова не связать. А Господь когда открыл, вот я вел занятия в университете. И начинали с царю небесную утешителю. А их записывали. Оказалось, вступилительное слово 25-30 минут. Я сказал 60 проповедей на эту молитву. Я сам не знаю, что Бог сделал. Сейчас читаю, смотрю, и как будто меня там даже рядом не было. Это Бог делает. Почему? Он видит, когда у тебя будет отдача. Боязно сказать. Скажешь, а чего ты схвалишься? Благодать Божия. Я не просто размахиваю руками, я говорю, Бог живой. Слышит живую молитву, помолись. И в человеческие оценки 5-10 уже не вместится. Бог откроет что-то чудное, дивное, для нас недосягаемое. Ты не имеешь права молчать. Не имеешь права не молиться. Не имеешь права не прощать врагам. У нас все получалось. А имею ли я право? Ты молчать не имеешь права. И строже к себе отнесись. Сколько дней прошло, когда ты молчал? Как за них ответим за эти минуты? Сколько людей мимо прошло, которые ушли в вечность, и они могли быть спасенными? Я смолодушничал или думал, что мало знаю. Какое горе-то ждет нас за это? Отошел. Я думаю, надо идти дальше. Благодарим за вопросы и ответы. Второй стих. Благовестие. Которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писания. То есть о благовестии речь идет. Еще раз. Благовестие, которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писания. Толкование. Так как проповедь тупоносили, как нововведение, то показывает, что она древнее язычества и прежде описана была у пророков. Даже слово благовестие находится у Давида, который говорит, Господь даст слово, правозвестниц великое множество. Читаем в Салтии 67-12. И у Исаии, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Исаия 52-7. Далее, в святых писаниях написано. Пророки не только говорили, но и писали, и изображали действиями. Например, Авраам посредством Исаака, Моисей посредством Змия, возведение рук и заклание Агнца. Ибо когда Бог имел уготовить нечто великое, то предвозвещает о том задолго прежде. Посему, когда говорит о том, что многие пророки желали видеть, что вы видите и не видели, читаем у Матфея 3-17, то выражает этим, что они не видели самой плоти его, а потому не видели и знамений, совершающихся перед их глазами. Пожалуйста, вопросы. Матфея 13-17. О чем там говорится? Давайте откроем. Иисус же, отвечая, сказал, о рот неверный и разращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда. То ли опечатка, то ли вроде как не к этому этот стих. А, простите, я 17-ю главу. А, вот, да, Матфея 13-17. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. То есть, Христос говорит ученикам своим о пророках, о себе, о своей плоти. И дальше он говорит значение притча о Сеятеле, идет толкование. Вот. Где Сеятель сам Христос? Семя Слова Божия. Опять же, о благовестии идет речь. Так, вопросов нет? Дополнений? Можно, брат? Можно, да, Михаил? А я привести слова, вот, через каких пророков и святых писаниях. Вот, Псалом 67, 12-й стих. Господь даст слово. Провозвестниц великое множество. И на ум. 1, 1, 15. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники Твои. Исполняй обеты Твои, ибо не будет боли проходить по Тебе нечестивый. Он совсем уничтожен. Это к тому, что это вот в Писаниях сказано. Да. Да, и пророки, да, хотели, видите, говорили, и все верно. Ну вот, мне бы хотелось бы остановиться на словах блаженного фифилакта. Это нововведения. Так вот, так как проповедь тупо носили, то есть в то время, как нововведение. Только сегодня такой же день. То есть, ты начинаешь благовестствовать, о, сектант, православные никогда по квартирам не ходят. То есть, для них это нововведение. То есть, уже для людей стало, что настолько, ну кто в этом виноват, монашеско или кто, что не ходили. И Лесков говорит, Евангелие не было проповедано на Руси, как должно. Не было. Раз не было благовестия, не было проповеди, то и народ принимает сегодня, в 21 веке, это как нововведение. И прямо говорят, никогда православные не ходили, это сектанты, все придумали. И тогда тоже, вот, когда кремлянам он писал, и тоже, ему приходится оправдываться. Да это по Христе было, говорили пророки, в Ветхом Завете это все, вы что ж, какое нововведение, это что ж вы поносите-то. Вот, все повторяется почему-то. Ну, к сожалению. Дебунов, Игорь, дополнение хотел сказать. Ну, надо тогда сказать это о Священном Писании, даже просто Библию читать. А если вникать в Библию, то, ну, еретик однозначно. Если православный священник говорит, что нельзя произносить, когда кому-то говоришь слово Библия, это баптийское название слова. А мы, православные, должны только вот Новый Завет говорить. Ну, это я только начал, это Библия. Там обо всем, община, Иисус Христос, прославлять Христа, это все нововведение, говорят православные. Потом быть радостным, быть общительным, все нововведение. А ведь на все это есть местоописание, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Поэтому тут можно, конечно, сказать и об этом говорить. Ну, аминь. Пока. Я хотел сказать, что проповедь-то была, только не евангельская. То, что пришло из Константинополя, византийская проповедь, о том, что уже, чего достигла византийская церковь, вот то и пришло обряд на первом месте, монашество на первом месте. Но не Евангелие, вот и все. Проповедь об этом была, о монашестве. Но не о том, чтобы это о рождении свыше и ничего не знали. Но, тем не менее, по милости Божией, Слово Божие до нас дошло. Мало того, с толкованием. И мы имеем возможность к этому слову прикасаться, изучать, рассуждать. Я хотел Михаила поправить, можно? А то так останется, это зависнет. Это не проповедь, то, что ты сказал. Проповедь, она относится только к благовестию. Благовестие должно было быть. Проповедничество благовестия, то есть Евангелие. А этого не было главное. А то, что там говорили обо всем остальном, это, как сказал профессор Марцинковский, вырви у человека Библию и останется в груде его, в сердце, огромная дыра, которую ничем не заполнишь. Ни спортами никакими, ни науками, ничем. Брат, проповедь-то она бывает разная. Вот именно, что проповедь о воскресении Христовом, по Евангелию, или проповедь о том, что спасаться через монашество, это ангельский чин и так далее, тоже проповедь. Благовестие, слово, относится только к Христу. Благовесть так вот принято. А слово проповедь можно проповедовать и нацизм, и фашизм, и все что угодно, и сатанизм. Поэтому, если бы брат Михаил Скальмая сказал бы, вот благовестие пришло к нам такое, тогда бы можно было поправить. А так, я считаю, не нужно его поправлять. Слово проповедь, оно здесь уместно. Вполне. Идем дальше. Третий стих. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Вот о чем благовестие. Толкование. Два рождения. Ибо через слова о сыне своем, то есть Божьем, указывает на рождение горнее, а через выражение от семени Давидова на рождение дольнее. При совокуплением же по плоти показал, что и рождение по духу принадлежит ему. Благовестие. Благовестие. Посему благовестие есть не о простом человеке, ибо оно о сыне Божием, а не о простом Боге. Ибо оно о рожденном с большой буквы от семени Давидова по плоти, так что один и тот же есть то и другое. То есть и сын Божий, и сын Давида. Посему да устыдится наконец на истории. Упоминает же и апостол о рождении его по плоти, как и три евангелиста, чтобы от него возвести служителей к высшему рождению. Так и сам Господь сначала виден был человеком, а потом признан Богом. Вопросы, недопонимания, дополнения, пожалуйста. Четвертости. И открылся сыном Божьим в силе, по духу святыми, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим толкованием. Выше сказал о сыне своем, а теперь доказывает, как он познан сыном Божьим и говорит, что он наречен, то есть показан, утвержден, признан. Ибо на речении есть самое признание, приговор и решение. Ибо все признали и решили, что он сын Божий. Так так. Далее. В силе, то есть через силу знамений, которые он творил. Притом по духу святыми, через который осветил верующих. Ибо даровать это свойственно Богу. Также через воскресение из мертвых, ибо он первый, и при том он один. Сам воскресил себя. Итак. Он узнан и открылся сыном Божиим через воскресение. Ибо и это великое дело. Как и сам он говорит. Когда вознесете сына человеческого, тогда узнаете, что это я. Читаем Евангелие от Иоанна 8, 28. Вопросы? Я открылся сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых. Через воскресение из мертвых, это мы верим, что Господь воскрес из мертвых. И узнали через это, что он именно тот Христос, тот сын Божий, который послан Богом. А вот что значит по духу святыни? А объясни, Сергей. Ну, толковательно мы, при том по духу святыни, через который, через который, через дух осветил верующих. Ибо даровать это свойственно Богу. Ну, я думаю, о Пятидесятнице, может быть, речь идет. Мы же... Бог нам тоже дает веру. Дух святой. Ну, можно верить во Христа, но духом быть нерожденным. Я часто спрашиваю, ты веришь в Христос воскрес? Верю. А живет по-мирски. Ну, вот здесь вот именно толкование по духу святыни, через который осветил верующих. Ну, здесь с маленькой буквы дух. Но наш дух, кто духа Христова не имеет, тот и не его. Вот к этому мы опять и возвращаемся. У нас должен быть дух Христов. Святыня это что? Святыня? Ну, здорово живешь. Игнат Игорь Тихоевич, что такое святыня в этом месте? Относительно духа. Там с большой буквы и с маленькой. Перевозчики перевели правильно. А здесь по духу, по настроению. По соответствию. Об этом апостол Павел говорит еще в одном месте к Тимофею. Господь, что, открыл тайну благочестия. То есть, живущим благочестивым. От Бога все в святыне и благочестии. И таким оно открывается. Подобное с подобным. И дух означает настроение. То есть, направление. Как угодно можешь сказать. Вот по этой святыне, в благодати, ты должен как бы плыть, о чем выражается Серафим Саровский. И тогда открывается этот таинственный смысл. Но это только рассуждение здесь. Нигде, никогда, вот я лично никогда на эту тему не проповедовал. Эта тайна открытая, ее можешь повторять, углубляться в нее, но не рассуждать. Это слишком глубокая и страшная тайна. Я для себя вот такой вывод сделал. А смысл такой. По духу, святыне, духу, по настроению. У Бога все свято и приходит к святости. Он таким открывается. Вот почему к Тимофею, повторяю еще раз, и говорит, как отъявился, и показал себя ангелом. Благочестивым. Это открыто. Так и антихриста. Кто может узнать? Противоположное, антипод. Те, которые будут жить по заповедям Божьим. Им Бог откроет, что это последний, окончательный правитель мира. Его нельзя сегодня обрисовать, чтобы узнать, что третий глаз у него во лбу не будет. Придет он с Америки или отсюда, откуда, из России. Пророчества разные дают. Но он будет обязательно иудей из колена данного. И будет 42 месяца царствовать над миром. А 42 месяца предварительная подготовка. Так понимали? А то есть 3,5 года. Все. Можно добавить? Немножко неправильно настроено, Гнать Тихонович. Пол лица у вас всего видно. Чуть-чуть глазок поверните. Володь, подскажи. Можно добавить, пожалуйста? Можно. Иван Макаров. Здесь Иоанна Златоустова. Здесь толкование идет на через воскресенье из мертвых на слова. Здесь интересное толкование. Он говорит о том, что воскресением Господа, потому что он первый и один только воскресил сам себя. И это он сам называл знамением, преимущественно пред всеми другими, достаточным для того, чтобы заградить уста даже бесстыдным. То есть он говорит о том, что это единственное знамение, которое свидетельствует о том, что Иисус Христ Господь. Такое интересное толкование. То, что одно главное и достаточное знамение, чтобы для того, чтобы уверовать во Христа. Я думаю, не нужны никакие ни мироточивые иконы, ни тем более мощи и тому подобное, ни крест, ни ходы, для того, чтобы уверовать во Христа. Да, воскресение, как раз Христа, это и есть единственное знамение для того, чтобы уверовать в Него. Ну так. Надеюсь, думаю. Если бы не воскрес, то это был бы не Христос. То есть через воскресение мы узнаем, что это именно тот Сын Божий, который послал Богом на землю. Христос. Доказательство, да, такое? Да. Простите, вот сейчас еще дополню. У Матфея 16.4 Христос говорит, род лукавый и прелюбодейный, знамения ищет. И знамения не дастся Ему, кроме знамения Ионы Пророка. И оставив их, отошел. То есть они Ему говорили, ну покажи какое-нибудь знамение и уверую в Тебя. А что такое знамение Ионы Пророка? Вот как Иона был во шреве и та три дня и три ночи, так и Христос во гробе пробыл три дня и три ночи. Вот он. То есть вот это единственное знамение Христос оставил даже для искушающихся во Иудею. И то он так прикровенно вырослезал знамение Ионы. Еще? Да. Еще можно? Немножко. Давай, другому буду. Можно. Я хотел тут еще вот на эти слова. И открылся Сыном Божьим. Открылся. То есть если раньше у нас в ветком запяте мы видим, что нету такой великой тайны, которую бы Господь ее даровал, чтобы она уже была открыта. Но и при том были такие пророчества, которые должны были исполниться, и все их ждали. Это пророчество Моисея, когда он сказал, пророк восстанет такой же, как я. Его братья, слушайте. И все ждали этого пророка. И в этом пророке люди не видели Мессию. А Мессия, пророк, и все было в одном лице. Это был Иисус Христос. И вот эта тайна открывается перед людьми. А почему она, тут же вопрос задается, ну а почему вот именно только открылась она вот так? То есть в одном лице Сын Божий это имел. И пророка, и Мессия. Ну и ответ в этом случае такой, что больше никто не мог принести эту тайну. Потому что здесь нужно было творить великие чудеса. И поэтому все вмещается в Сыне Божьем. И пророчество, и Мессия. Но самое странное из этого, почему же он открылся, и почему тайна. Ну с апостолом они свои были, свои. Но и они до конца это не поняли. И даже сатана подыскивался под Иисуса Христа узнать до конца, кто он. И не смог найти. Вот так Господь все чудесным образом расставил в Сыне Своем. Что только после воскресения Его, ну при подсказке, конечно, Господа. И при вере сильной учеников, они смогли вместить в себя, чтобы был с ними столько лет не человек, а сам Бог. И вот эта их сила веры и убеждение от Господа, они повлияли на нас с вами сейчас. И теперь мы, можно сказать, легко, намного легче принимаем Иисуса Христа. Потому что тайна эта открыта уже. Ну для тех, кто, конечно, вместит. Так, какой-то шум идет, то ли от Михаила, то ли от Ивана Макарова. Я рекомендую вам отключать. Иван Макаров, отключи микрофон, пожалуйста. Да. Благодарю вам. Мне удивительно то, что тайна веры, это же надо, одни верят, что Христос воскрес, другие не верят. В одной семье живут, одни верят, другие не верят. Вот как это объяснить? Это вообще необъяснимо, мне кажется. Для одних это является доказательством, что это Христос, когда уже уверовал, что Он воскрес. А для другого это вообще кажется, что это что-то непонятное, ересь какая-то, для мусульман, допустим. Тут это тайна такая веры, я вот, непонятно, один верит, другой не верит. Меня просто это удивляет, как так, глубина такая. Игнат Тихонович, что-то вроде хотели сказать. Ну, сказать в первую очередь, не чудес нельзя искать. Почему апостол Павел говорит, что иудеи требуют чудес, просто требуют. А Елена ищет мудрость. А мы, мы проповедуем Христа распятого, 1 Коринфян, 1 глава. Это понятно. Но есть еще ключ к тому, чтобы принять Христа. Господь говорит, не увидите меня, доколе. А вот это доколе вообще не проповедуется. Да, доколе не воскликните. А как? Как сегодня у нас верное воскресенье? Кричали, благословен гряды, грядущие во имя Господне. Вот ключ в этих словах заключается. Тот, кто придет, это тот, который свыше приходит во имя Христова. Почему Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, идеалист, он это место показывает, три разговора об Антихристе. Везде будут люди, которые примут Антихриста, католики, православные, протестанты. И будут те, которые не примут и поставят условия Антихристу. Признай его за посланника Божия, за сына Божия. Он будет всем потворствовать. Православные скажут, чтобы было больше мощей, храмов, пожалуйста, монастырей, пожалуйста. Все сделать. Но этого условия нигде он не сможет выполнить. Он даже не пообещает. Он аж вздрогнет и скажет, этого сделать не могу. То есть признать. Как вот Сатане, когда с Антонием говорил, я могу, ты постишься, а я могу вообще не есть миллион лет. Как там, вот, смирение. Он говорит, терпеть не могу это слово. Так и здесь. Он не сможет даже терпеть намека на то, что перед ним был Мессия, который сбросил его с неба. И поэтому, если у нас с нами случится такое, что хочется сказать, не дай Бог, доживем до Антихриста, мы должны воскликнуть, ей гряди, Господи Иисусе. Конец Библии. Благословен грядущий, пришедший с неба судить во имя Господня, во имя нашего Бога Яговы. Отошел. Так, идем дальше. Пятый стих. Через которого, с большой буквы, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы. Толкование. Заметь признательность. Ничего говорит нет нашего, но все получено нами через Сына. Я получил апостольство и благодать через Духа. Он, говорит Господь, наставит вас. Читаем. Евангелие Таана 16.13. Это о Святом Духе. Он, говорит, наставит вас о Святом Духе. Далее. И Дух, говорит, Дух с большой буквы, отделите мне Павла и Варнаву. Читаем в книге Деяния 13.2. И дается Духом с большой буквы слово мудрости. Об этом читаем в 1 Коринфянам 12.8. Что это значит? То, что принадлежащее Духу принадлежит Сыну. И наоборот. Благодать, говорит, и апостольство получили, то есть не по заслугам своим стали мы апостолами, но от благодати свыше. Но и убеждение есть дело благодать. Ибо делом апостолов было ходить и проповедовать, а убеждать слушающихся цело принадлежит Богу. Далее написано. Покорять вере. Мы посланы, говорит, не для словопрения и не для исследования или доказательства, но покорять вере, чтобы поучаемые слушали, веруя без всякого противоречия. Благодать получили покорять вере все народы. Мы. Не я один, но и прочие апостолы. Ибо Павел не обошел всех народов. Разве скажет кто-нибудь, что если не при жизни, то по смерти он ходит ко всем народам через послание. А веровали бы, слыша об имени Христа, а не о сущности Его. Ибо чудеса творило имя Христово, и оно само требует веры, потому что и его нельзя постигнуть разумом. Смотри, каков дар благовествования. Оно сообщено не одному народу, как Ветхий Завет, но всем народам. И далее комментарии. На слова получаемые, слушая, веруя без всякого противоречия. И дальше подчеркнуто, ходите проповедовать, и дальше вот дар благовествования. Подчеркнуто все это и выделено жирным шрифтом. И вот на эти слова Феофилакта Болгарского маленький комментарий. Игнатия Лапкина. Когда человек ничего не знает о духовном, то с ним легче разговаривать, чем со, в кавычках, знающим. Язычники принимали благовестие от апостола Павла без всякого прикословия, а иудеи спорили и доказывали, защищая старую веру. Все правильно. Да, когда человек что-то знает, в кавычках, тут обратить его очень бывает неверно. Он будет отстаивать свою старую веру, как сегодня православные отстаивают обряда верия, никуда никто не ходил никогда. Все надо вот монашествовать, что там у них на первом месте. Обряды, обряды. Усповедуйся, причащайся, и все, больше ничего не надо. Греши, но главное на исповеди грехи называй, и дальше продолжай греши. Все, и спасен будешь. Вот такая вера. И попробуй его убеди. А он уже сколько лет так ходил, но внутренне-то он понимает, что что-то не то. Как говорится, был, говорит, сухой грешник, стал мокрый грешник, покрестили ладошкой, оба и все. Михаил, давай, дорогой. Я хочу обратить на слова покорять, покорять вере всенарод. Да, да, я тоже хотел на это. Покорять вере всенарод, это не так вот, как инквизицией, или крестовыми походами, а через слово. Через слово, да. Дальше-то, Миша, я перебью. Да, дальше-то тут Филак нам говорит, что это, ну, чтобы получаемые, слушая, веруя, без всякого противоречия. Да, вот смотри. А, да, подожди, я вот что хотел. Мы посланы говорить не для словопрения и не для исследования или доказательства, но покорять вере, чтобы получаемые слушали веру и без всякого противоречия. Тут, вроде, ты говоришь без словопрения, как бы без инквизиции. Ну, понятно, что без инквизиции, но тут прям... Словопрения. Брат, я хотел сказать, что не насилием, а через слово. Слово Божие. Когда вот говорит про благовестность... Понятно, что не насилием. А если вот они противоречат, бывают же такие, тогда как? Насилие получается. Сколько раз я слышал, что ты меня насилуешь тут? Что ты мне навязываешь свою веру-то? Я говорю, я не навязываю, я просто тебе говорю. Я хотел сказать, вот смотри, апостолы Павла обращались люди. Они принимали слово вероотслышание. Слово Божие. Вот Слово Божие, оно имеет такую силу, что оно обращает людей и покоряет все народы. Оно исходит из уст апостолов. Именно Духом Святым о ней говорят. И современный благовестник, он может так же это. Я, конечно, тут... Вы вот ходили на занятия в университет. Вы же обратились не через насилие, а вас слово убедило, что это правда. Именно так. То есть вы покорились и Слову. И через Слово. Конечно, Слово, да. Не то, что там вас это заставляли, если ты не уверуешь, ну, ведь я там ну, пытать будем еще что-нибудь. Нож в горло приставить. Нет. А именно вот Слово такое имеет силу, что оно обращает людей, покоряет целой народу, получается. Так. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Крещение Руси, которое было, там же не словом покоряли. Ты же не так, когда вы праздновали Крещение Руси. Это, понимаешь, правильно, это так, как делали апостолы и Христос. Они не через насилие, чтобы пришел человек, а по доброй воле, по своей. То есть он принял Слово, уверовал и пришел к вере. Понимаешь? Михаил, это понятно, что через Слово. Понятно, но мне непонятно Слово покорять. Почему они покоряются, а другие не покоряются. И что сделать? Можно я чуть-чуть это здесь встряну? разговор. Я тоже все тоже обратил на это внимание, то, что Михаил так сказал. Все-таки мне кажется, здесь идет разговор о том, что, как сказал пророк Иеремия, когда Господь направил его проповедовать Слово Божие, очень похоже, кстати, но он направил свой народ проповедовать, и он до такой степени не испугался, но это и вот фильм хороший, хороший Иеремия тоже, и не знал, что уже как это проповедовать, выйти в народ, ну страшно ему было. И тогда Господь говорит, я, говорит, поставлю против их львиных лиц твое лицо каменной стеною против них. То есть никогда ты не проиграешь, ты всегда будешь победителем. И поэтому я думаю, что здесь это Слово Божие также действует в любом народе. Каждый народ имеет свои знания. Кто-то очень умный, там, учения у них, японцы, там, эти рассуждения тысячелетние, но Слово Божие победит, вот именно в этом контексте идет народ, как объединение чего-то там, культуры и так далее, что у них есть. И Слово Божие всегда победит, оно будет каменным лицом против их львиных морг, против самурайских мечей, против там английской мудрости и с их кораблями и так далее, морским флотом. То есть правильно я понял, что в любом народе уже сегодня 21 век, в любой стране есть христианские храмы, православные там, или пусть даже не православные, то есть эти народы покорились частично, так скажем. Ну, православных много, но я вот не так давно смотрел фильм про новое племя папуасов, но это народ, он небольшой, их там несколько десятков человек, и туда к ним приехал биограф, он, конечно, христианин, он рассказывал им о Христе, а они ему о своих башках рассказывают. То есть вот еще один народ, который в этих тропических южноамериканских жаростных не знал о Христе, и все-таки дошло слово до них, он им там читает Евангелие, что-то пытается объяснить, ну, там, полужестами и так далее. Вот как доходит все это, то есть Господь еще дает нам время для покаяния и вот этому пигмейскому народу маленькому. А так, конечно, все народы знают о Христе, посмотри, что вытворяют там за Христа этих крестоносцев нам и так далее, католики, иезуитов придумали защищать Христа, православные придумали покориться любой власти, хоть сатанинской, лишь бы защитить Христа. Ну, и так далее. Вот, видишь, православие, у нас сейчас, как вот, допустим, креститься надо, говорят, тебе надо креститься, а для чего креститься? Ну, чтобы тебе хорошо было там, на машине проехал нормально, ребенок там у тебя там не болел и так далее. То есть они покоряются не по Евангелию, не Слову Божию, а ради своей выгоды, понимаешь? И еще вот эти народы Сибири, допустим, я читал, как пока это, льготы давали, кто крестится, тем льготы дают, а кто не крестится, тем наоборот, на них больше накладывают. Понимаешь? Вот это вот, а тут добровольно должно быть, именно слово, которое должно войти, как вот Игнать Ильич говорит, в уши, сердце и проникнуть и на дела, на руки. Вот я имею в виду, что покорение Слову через Слово Божие при содействии Духа Святого. Вопросы я тебе тоже задам? Можно. Сейчас прошел, давайте, вопросы. Нет, Михаилу вопрос, о чем он это говорит, я так не могу понять. Ты говоришь о том, что Евангелие еще не проповедано до конца, или ты говоришь о том, что проповедь должна быть такая, что действительно как-то народы покажут, что они покорились с Христом. О чем ты говоришь, я не могу понять. О чем ты запутал Диспут? Я не запутал Диспут, я просто сказал свое понимание, что сегодняшнее православие, оно это что такое? Что о чем проповедует? Есть ли это проповедование Слова Божия? Или преповедует тот обряд, который, или те, обряд, который приняли из Византии? Тут же это, видишь, оно это, говорят много о проповеди, о катехизации, говорят, а на самом деле Восто стоит на месте. Вот когда были в 90-е годы какой-то промежуток, тот не использовали, когда люди жаждали это, веру искали, церковь молчала, накинулись на храмы, строить храмы, и так далее, и так далее. Единицы проповедовали, единицы, и сектанты, вот и все. А тут это, а я говорю, что без насилия, без соблазна, без концертов, чтобы чистое слово было проповедовано, вот о чем говорю. Можно я еще добавлю, Сережа, минутку? Вот видишь, ты сам себя этим словом проповедь загнал в какие-то вот прокрустрово ложа, ну нельзя проповедовать вот то, что ты говоришь о монашестве и так далее, это тоже не евангельские все пути. Ну, не проповедь, это агитация, будем называть, а проповедь, она идет только по слову Божьему. Все. Это слово проповедь, это слово религиозное. Не надо его вот в эти мощи и так далее засовывать. Зачем? Игорь Михаил, ну зачем спорить одно и то же? По какому словарю проповедь оно не только Евангелие? Михаил все правильно говорит, Игорь, ты просто не понял. Давайте дальше. Вопросы, пожалуйста. Час у нас прошел, сейчас полчаса на вопросы и ответы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Ну и попроси, Игорь Михаил, чтобы он добавил по этому разговору по нашему. Ну или вот этот спор, разрешите, проповедь, слово вот, ну. Проповедь это и говорили, что это покорять народы. Что значит покорять народы? Игорь Михаил, вам вопрос, что значит покорять народы? Так мы и не разговаривали. Чтобы вы уверовали. Тут важный стих один. В стихе есть строчка, которую никто не трогает. И Дух Святой говорит. Вот это Дух Святой говорит, относится не только к этому месту. Говорит, это личность. Не так, как так называемые свидетели Иеговы говорят, Дух Святой это сила, исходящая от Бога. Сила, исходящая от Бога, это не личность. Она исходит с силой. А тут, как говорит, Дух Святой говорит. Христос говорит, Дух Святой наставит. Сила какая-то не может наставлять. Это автор. И все Писание Бога духновенно. И писали вы, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот это у православных совершенно не знают. И когда мы беседуем с теми, кто не признает, ну, допустим, загробный мир, что там души, они понимают, мы тогда им показываем. Вот разговор Саула, Каиндорской ведьмы, он пришел. Мы говорим, вот он вызывает Самуила. Кого он вызывает? Это Дух злой явился. Мы читаем, и сказал Самуил. Двоеточие. Сказал Самуил, это слова Духа Святого. То есть он автор книги. Это слова автора. Вообще этого не понимают. Рассуждение на уровне размышления. Самуил, праведный пророк, не мог быть вызван ведьмой. Правильно. Все рассудили правильно, но не рассудили только почему Дух Святой поступил иначе. Наши вот эти все рамки, шоры, Дух Святой сжигает и ломает. Дух Святой говорит, что и сказал Самуил, двоеточие. Правильно, неправильно, это другой вопрос. Дальше. И сказал Саул. Мы не знаем, как он сказал, насколько искренне, но что же сказал Самуил, Саул и Самуил, это говорит Дух Святой, слова автора, это понятно? И вот здесь об этом же говорится, что это третье лицо Троицы. И Дух Святой двигал разумом, руками, бумагой, что они делали, писали. Все писание Бога Духновенно. И писали вот святые, божьи человеки, будучи движимы, Духом Святым. Не только собственным желанием написать, но Духом Святым. Почему они проникали в такие таинственные дали за тысячи лет? Ну, как сейчас, вот 2700, 650 лет, допустим, до Даниила, он все видел, какой баран кого будет бодать, что дальше будет. Это же видел Ездра. И на этом надо остановиться. Растолковать ничего нельзя, надо принять и склонить голову. Да так, Дух Святой личность, теперь знаем третью личность, и он сказал, это действительно сказал. А почему? Не предызбран. И рассуждать не надо. Вот сейчас Дональд Трамп, и кто он? Пресвятерянец. А Клинтон, методистка. Ты посмотри, они совершенно одинаково веруют. Там и там нет рукоположенного священства. Но разница в том, что одни считали предопределение есть, вот Бог назначил, и уже из этих храмов не выйдет. Но он меня не возлюбил, я хотел бы сейчас. Это не так. Бог предузнал, что я не хотел, а потом захотел. Бог предузнал, что будет гнать церковь, а потом покаяться. Но, конечно, последний результат предопределения выходит на первое место. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел, когда они еще не родились, и воздухом не дышали. Почему апостол Павел здесь никаких разъяснений не дает? А ты кто, что споришь с Богом? Скажет ли горшок горшечнику, ты не так устроил? Он властен. А почему знаю будущее и эту жизнь? Эта тема запретная для обсуждения. А почему одним открылся, а другим не открылся? Не знаем. И никому не открыто. Павел просто златоузгод окриком остановил эти размышления. Никак. Воспитательный знак. В английском языке стоит Бог запрещает, то есть думать об этом и говорить. Мы должны найти рамки, за которые, то есть границы, за которые заходить нельзя. Там погибли самые большие умы. Мне это Господь открыл с первого дня, как я уверовал, 54 года назад. Я ни разу, нигде не говорил о том, что Дух Святой исходит и от Сына. Хотя это так. Почему? Это тайна, глубочайшая тайна. И что сейчас считаем, это догматика. Ты ее узнал и замолкни. Иначе тебя потянет в такие места, откуда тебе уже не вылезти. Все. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросов нет, к сожалению. Тогда что? Идем дальше или Игнать Тихонович нам что-нибудь расскажет интересного? Интересного много, я мог бы рассказать, но думаю, что лучше идти дальше. Шестой стих. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом полкования. Здесь сокрушает высокомерие римлян. Вы не больше получили, чем прочие народы, над которыми вы почитаете себя владыками. Почему? Как проповедуем прочим народам, так и вам. не тщеславьтесь же, иначе и вы призваны благодатью, предупреждены, они сами пришли. Ну вот. Теперь мы узнаем, кто такие были римляне. Они себя считали выше других народов. Своего рода нацисты, что ли, они были тогда? В то время римляне. Но мы определять должны по слову Божию. Другой критерий не дан человеку. Я вот немножко в сторону отойду, но к этому потом дорожку проложим. У православных вы не услышите такие слова? Спасать это охота всем. Рад бы рай, до грехи не пускают. До грехи не верия. Не пускают-то. Дальше-то надо разъяснять. Люди определяют семь смертных грехов больше. А грех-то один смертный. Один. А откуда известно? Из слов Христа. Начиная с 17 главы Евангелия Теана. И Дух Святой придя, обречит мир о грехе, о правде, о суде. И дальше поясняет Господь сам. О грехе, запитая, что не верует в меня. Вот все остальные грехи, убийство, блуд, лжесвидетельство, похищение, воровство, все исходит из-за неверия. Верующий даже не помыслит об этом. Ему страшно об этом слышать. Он все примеряет к себе. Грех один, не веря в Бога. А вот теперь на этом-то ты и смотри, как апостол Павел выводит. То, что он сейчас говорит, я тут плоховато вижу, сейчас прочитаю. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. А как определить призванные? То, что уверовали. Меня часто спрашивали, а баптисты имеет ли Духа Святого? Ну, не только баптисты, но и иговейцы, это адвентисты седьмого дня, 50-ники, которые уверовали во Христа и призывают его Господи Иисусе Христе. Это уверовали. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот один стих. Если православным, не надо толковать, они знают, что сижи Дух мирен и спасутся тысячи. Серафим Саровский. Вот это они знают. А эта фраза, если только Серафим говорил, она совершенно не соответствует истине, действительности. Ни около Серафима тысяч не было. Но он говорил, конечно, подразумевая, что у него есть Дух мирный. Никому не говорил, молчал, ушел. А к нему шли, он спрятался от них в траве. Его вытаскивали только через детей. Брали с собой детей, дети кричали, Серафимушка. И он тогда поднимался. И это тоже в заслугу ему ставят. Ну, то, что будешь Дух иметь мирен и спасутся. Давид говорит, я мирен. Запятая. Но только заговорю о них к войне. Я им дал слово твое, Христос говорит в Ангелии Теяна, и мир возненавидел их. Слово. Хоть ты тысячу раз будь мирен, но ты не можешь мириться с этим миром. Он послал нас на войну. Облики здесь во всеоружие Божие, читаем посланник и фисянам. Меч духовный возьмите, который есть Слово Божие. Православный народ был безоружный. У него не было Слова Божие. А тот нашелся лысый пигмей картавый, и он начал обольщать людей. Градь награбленная. Ну и пошла Рубиловка. Почему? Слово Божие не знали. Почему в революцию не потянулись баптисты ни одного? Ни одного. Все православные. А что? Ну, гнали к одному концу. Мало земли было. Так. Мало земли было, теперь земли много стало. И все развалилось. Посмотрите, куда до порта Артура дошли. Это Российская империя. Финляндия. Это одна из приторий. Польшу полностью подмяли под себя. Это надо было? А где-нибудь Слово Божие насаждали? Да нигде. Сами не знали. Не знали? Как матрос, собравшийся на собор с 17-18 года. Ему сказал, епископ, проходя, говорит, разве этому Евангелие учат? Он ответил, а не, что мы читали, мы только крышку целовали. И он поперхнулся, епископ. Я теперь только понял, что на штыки нас будут насаживать. Слово Божие. Вначале было Слово. Даже ты понимай его как проповедь. Хотя речь идет тут о Сыне Божьем. И вот сейчас мы здесь считаем и видим, он избирает. И это избрание высветится обязательно. Не в зрелом возрасте, а в юности. Я начальник детского лагеря, пробыл 45 лет, его основатель. Я всегда искал таких детей. А как вы искали? По каким признакам? Один признак был. Тяга к молитве, к общению с Богом. А как она проявляется? По-разному. Подходит, жалуется на ребенка. Вы послали щепки собирать. Ты знаешь, у нас в лагере нельзя за стол сесть, пока не поработает. А он не собирает их. Встал на коленке и стоит. Ну что, в первую очередь я бы только крикнул ему. Ну-ка, давай, Ваня. Я потихоньку подкрался сзади и смотрю. Он жучка рассматривает, которого не видел. Вот теперь я его направляю, это Бог сотворил. Посмотри, какой он красивый. Это Божья коровка. Она никому зла не делает. Вот здесь маленький кирпичик в его сознание надо заложить. Для Бога. Из него им и к нему самый благоприятный момент. Он интересуется букашкой, рыбкой, бабочкой, травинкой. Засыпись за это. Всю работу, говорит, не переделаешь. А вот здесь и проявляется. Я ребенка завожу наказать. У меня существовало физическое наказание. За это уж меня трепали и уголовные дела воздвигали. Оно все лопнуло. Символически. Он заходит, ребенок, я говорю, ты матерился? Да. Но теперь лежит крапива. Положил крапиву. Проведи ртом за нее, чтобы тебе жгло. Он боится. Боится, плачет. Я его наказывать не буду. Я вышел и говорю, он боится. Он стоит, хлюпает носом. Я тогда беру эту жгучую у нас крапиву, я беру ртом ее рву, бросаю, плею, а они хохочут, ребятишки. Он говорит, я не боюсь. А теперь заходим, я ему рассказываю. Ты сделал вот почему неправильно. Великий дар, слово, которое Бог дал, ты его испоганил. Ты не угоден для людей. Зачем же ты это сделал? Он уже и по крапиве провел губами своими. А теперь я говорю, давай помолимся. А все остальные лагеря стоят и молятся. Так он еще, еще раз хочет попасть сюда теперь, чтобы помолиться. Я вижу, благодать коснулась его. У меня вижу, один есть, который в лагере был, Василий. Это Господь делает так. Вот оно избрание где, в молитве. Если у тебя увидел дитёк, где-то что-то задумалось, призови его к молитве, поблагодарить Бога. Покажи ему кратчайший путь. Кратчайший путь на небо. Это молитва. Расскажи ему о смерти, о гиене. Златоуз говорит, непрерывно говори об этом, чтобы не попал туда. А сатана говорит, нет гиена, чтобы столкнуть туда. У нас такое поприще вокруг нас, и при том каждый день даже ты будешь в больнице лежать, к тебе будут подходить и спрашивать, подкрадываться. Где бы ты ни был, в тюрьме, в лагере, психиатрию запечатают, там тебя Господь покажет. Город не может укрыться на вершине горы. А как узнают молитва? Молитва. У меня огромный опыт быть одному где-то. я знать не знаю, сплю, стою, у меня под подушкой там праздное пещение, все положили где, когда был психиатрической, называется, судебная экспертиза Кемерово. А кто в Боршисах? Ей сказали, что 40 земных поклонов открывают двери на небо. Я ее не знал, я все время делал 40 земных поклонов, там 300 поясных, начинаю молиться. И она услышала это, вспомнила материные слова и пришла и сделала. Она мне потом говорит это. То есть ты сам должен молитвой показать пример, для чего мы живем. Бог. Я не пойму, Василий, ты то ли едешь дорогой, это с нами сейчас ты еще едешь дорогой, из Литвы. Да, еду я, вот в Самару проехал. Здравствуйте всем, братья. Миленький ты мой. Олег хочет спросить что-то. Пожалуйста, Олег. Я спросил, он едет в Германию через Литву и едет в Киргизию. Сигнаете, тихо, подождите секундочку, Олег хочет что-то спросить. Говори. Олег, из них Михаил Архангел когда говорил с дьяволом споря о Моисеевом теле не смел произнест укоризненного суда но сказал да запретит тебе Господь благодатью ему призваны для того, чтобы хранить себя нескорежненным у нас мира. И вот я смотрю, как вы думаете, я хочу опять заострить внимание, спросить, для чего это написано нам. Чтобы мы как-то не вылили, как бы, ну, можно сказать неправ человек, да, а можно сказать да он плешивый и щербатый, он совсем человек негодный, он вообще, что он может разуметь, да, и это будет злословие. Вы согласны с этим? Не злословие, рассуждение, то есть мы не должны судить, но рассуждать мы имеем право, то есть да, мы не должны там плешивый, горбатый, что он там дурак. то есть злословить нам не должно, да, человек создан про образы подобия Божия, там в послании от Иракова написано, одним языком благословляем и тут же проклинаем, не должно такому быть, так? Ну и молчать мы тоже не должны, мы должны сказать, запретить тебе Господь. Смотрите, Архангель написано так, опять же, повторяюсь, Михаил Архангель, когда говорил с дьяволом, с полем Моисеем в теле, не смел произнести украинского суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Он не сказал, что да ты там как-то понадобишься, он сказал конкретно и просто, а когда мы говорим что-то о ком-то нехорошее, даже пускай он не прав тысячу раз, не должен нам говорить нехорошего, скажи, что ты не прав или еще как-то, да запретите Господь или еще а получается, что я слышал в разговорах, да там вот все это, я смотрю, ну неправильно же это, как-то вот я смотрю, поэтому я так думаю, что нам надо этот вопрос как-то урегулировать, а то мы сидим разбираем Писание, а тут же грешим. Да, замечание понятное, я думаю справедливо, то есть надо за собой прежде всего следить, вот, а то грех осуждения тоже его никто не отменял, и поэтому как правило, когда кого-то в чем-то осуждаешь, потом сам в этом же и становишься виноватым, Господь так делает, осуждал попов по стопузу, у самого пуза выросло, осуждал там еще кого-то в чем-то, тоже глядишь, надо, да, в духе кротости, но и тоже должен быть огонь в то же время, то есть не надо быть безразличным, тут надо грань такую иметь, он же не просто архангел Михаил там промолчал там или что, он сказал, да запретить тебе Господь, каким он тоже это сказал, он же не с капустой в бороде там, я не знаю, он не оскорбил его, он сказал, запретить тебе Господь, просто я слышу, что раз, я просто хочу, чтобы... он же знаешь, вот у меня, когда я был неверующий... можно я это говорю, можно я это говорю, я хотел бы, чтобы никто из нас не оказался виновным тем, что произносят хульные слова на человеков, даже на человеков, потому что мы не призваны к этому, это грех, за это придется отвечать, будьте внимательны, пожалуйста, вот это большое пожелание, что это такое? Так, еще вопросы, Сергей, еще надо этот вопрос обойти. Давай. Разговаривает Архангел Михаил с дьяволом, а у них прошлое какое? То есть, он Архангела Михаила знал до этого разговора? Как же не знал? Он был на небе, херувим осеняющий, может, по званию, он уже выше Михаила был. Там не просто разговаривали, война была, война, и напоминание, да запретить тебе Господь, его прожгло насквозь. Это все раны, которые он там брошили, на землю был. Вот что за этим было. И этими словами человек, который не знает Бога, не ограничивались. Вот пришли люди крестить всякие Иану, к крестителю, но он бы сказал, да запретит или что-то. Нет, он сразу их окрестил. Змеи, порождение Ехиднины. Ну как, змеями обозвать? Да сегодня обзови. Люди из храма выйдут, больше не придут. Это не все. Апостол Павел беседует с Сергеем, проконсулом. А у него рядом помощник, Елима, волк. И он вставляет палки в колеса. Павел бы сказал такое же слово, и все нет. Говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола. До коли будешь совращать прямых путей Господи? Насколько это превышает то, что сказал Архангел Михаил? Тут надо понимать, кто с кем разговаривал и какие слова его достигнут. Там было достаточно. Вспомни, откуда ты упал. Этого вполне достаточно было. Как в нем все по-другому было. И поэтому за злословие не считается речи Иоанна Златоуста. Посмотри, как он говорит об иудеях. К чему он призывает. Сегодня Иоанна Златоуста люто ненавидит иудеи. И он говорит, когда видит, как идет человек в синагогу, и посчитай просто, не буду говорить. Эти слова не каждый произнесет. Так это не только здесь. Во всей Библии мы видим. Они говорят, а право говорят отвратительные блевотины наполнены столы. Что это? Это не осуждение разве? Да у нас такие философы, у нас многое сказали про религию блевотина. Ядовитые аспиды. Какими только словами они, пророки, не гремели. Да не только это. Они головы им отрубали. 850 голов или я сразу отрубил. А нам положено говорить словом. Слово, которое достигает до глубины сердца. И мы видим, как поступают ангелы. Вот у них кадильницы, как они просыпают их, как вспыхивает земля, все горит. Остановиться на этой фразе, которую Михаил сказал, надо в учет брать, кому сказал. И почему эти слова так на него подействовали. Сегодня я человеку скажу. Не хлебом одним жив человек. Сатана считает Слово Божие. Христос трижды, а в трех вопросах Сатаны все соблазны мира были сконцентрированы. Трижды Христос отвечает тремя предложениями. И Сатана ни звука не издал. Почему? Он знал силу слова. Сегодня люди не знают. Приходится говорить в словах, которые до него дойдут, не только Слово Божие. Это не просто так вот сидеть дома, размышлять, и я буду с ними разговаривать. Не так. Считай Василия Верихова, когда он разговаривает там даже с императором. Да такие не только он. А что говорит об этом Иероним Стридонский? Он пишет о нравственности священства. У него много друзей. Это самый популярный спятой в западной церкви, как у нас Златоуст. И он пишет эту книгу, ее от руки переписывали язычники. От него все друзья отвернулись. Что ты сделал? Мать церковь раздел, а он не раздел ее. Он показал, что есть, в каком состоянии мы находимся. Это мы видим у святых отцов сплошь и рядом. Ты посчитай, Яна Крыштадтского. Ну, человек курит, а он говорит, уста курящего демонская кадильница. Василий, Фаниш, Латкин, выключи. Что там? Близко, да? Уста курящего демонская кадильница. То есть, он людей, которые курят сегодня, всех поставил на противость ада. Он не сказал, да запретит вам Господь курить, но он дал характеристику на сегодняшний день. Что это означает? Вот, Иероним Стридонский это один из примеров для нас. Он назвал все своими именами. Апостолу Павлу пришли пресвитеры, епископы, но только разговаривали с ним. Он говорит, лютые волки, не щадящие стадо. А судил или нет? Но это не окончательный приговор. Суждение это вынесение приговора для вечности. Этот вопрос очень большой и глубокий. Кто просто ничего не делает, дома сидит, он думает, а я бы так не сказал. Результата никакого не было бы. Сказать нужно так, чтобы человек понял, он явился на суд. А что сказать? Это дух Божий положен. Мы не скажем, что Павлу не дух святой положил назвать сыном дьявола или ему волхва. И вот на тебе рука. Он на этом не успокоился, а слепил его сразу. И он мыкался налево-направо. Почему архангел Михаил не ослепил сатану? Это другая ипостась, говорит, дьявольская. Это другой дух. Это другая ступень. Это все надо иметь в виду. Кто с кем разговаривал. Сатане было достаточно. Вот, допустим, бесноватую привезли к Антоне. Он не может. Он, говорит, очень сильный бес. У них сила определенная есть. Я не могу выгнать. А кто может? Ну, там он Павел, прекрасный ученик. Пришли к нему. Мне выгнать? Да как? Я не знаю. Он говорит, на как бес выйдет? Он, да пошел ты. Он-то заскочил на камень, который как огонь пылает. И, видимо, горящие ноги. Огонь пошел на сатану. Он завопил и выскочил. Надо знать, где как. Вот в рукомойнике стучит, молится, он начинает стучать. Иоанн Новгородский митрополит, архиепископ. Он крестным знамением запечатал в рукомойке. А потом не сказал, да запретите его Бог, а то же выйди, сделайся конем. И вот конек-горбунок. Он обуздал его верхом и в Иерусалим слетал. Вечера на хуторе близи Каньки. Подходит к храму, ворота отворились, помолился, сел на демона и полетел обратно. Да люди не поверят. Неужели такая власть? Да, власть. Власть дана. А Михаил этого не сделал, потому что это другая высота, это другая личность. Все. Никита вот в чате тут написал по этому поводу. Давай, Олег, еще. Время уже вышло, но... Ну, я что хотел сказать. В Библии много примеров как положительных, так и отрицательных. Если кто-то что-то там делал не так, грубо говорил, там прочее, это не говорит о том, что это положительный пример. Когда апостола Павла били, он сказал, стена-то подберенная, Бог будет бить тебя. А ему сказали, перевод священника или Божия злословишь. Он говорит, простите, братья, да, я не знал. Это в отношении вышестоящих написано, но неужели и нижестоящих позволено оскорблять? Пример, приведу пример такой, в Писании написано место такое, что один другого почитаю высшим себя. То есть по-другому подход должен быть. Не с высока, а со смирением там, и о мудрости мирской, как бы написано, человеческой, и о мудрости, которая свыше, это у Якова там написано, тиха, мирна. Там очень много чего написано. Так нам что, позволительно брать и говорить какие-то резкие слова, там еще, которые оскорбляли человека. против греха ты можешь говорить, да это, это грех бесцовский, да там это мерзость, там все что угодно. А человеке здесь, в данный момент, я так смотрю, как-то вот, можно ли так говорить? ответ вам и говорим, ну мы признаем все священное писание, и мы видим в Новом Завете в лице Иисуса Христа, он-то знал, даже это не Иоанн Креститель, какое право имеет человек смертный называть его отродьем змеи, сыном гиенны, однако это сказано определение, как Бог открыл. Не, но сказано, извините, простите, я перебью, сказано им, безусловно, написано в писании, но не сказано, что это было сделано хорошо. Апостол Петр там, с прочими, что делал, он лицемерил, да? Ну, о нем сказано, но есть в местах писания, в которых сделано нехорошо, неладно, но о них не сказано, не осуждены, но видно, что по тексту, что неладно, сделано. Ну как, я говорю слова Христова, неважно, о словах Христа еще вы писали, что он хорошо или нехорошо сказал. Я взял высший авторитет, Господь, апостол Павел от него научился и говорит, подражайте мне, как я Христу. Иоанн Затаус говорит, вот ты вышел на площадь, и кто-то злословит царя, ну, допустим, по-нашему президента, и он злословит его просто. Загради его уста ударом по устам, вышиби ему, говорит, эту дурь, царь тебя одобрит, и ты, когда услышишь, кулят имя Господне, ударом загради уста, ударом, даже ударом. И никто златоуста за это не осудил. Почему? Он отвечал за всех овец. А человек, который неправильно поступает, церковь, ставит его не просто, ну, ударил его или там что-то, а эпитемия. 18 лет в храм не заходить, плащ 18 лет. Я разговаривал с узником, я говорю, вот ты, сколько тебе дали? Ну, 10 лет. А ты согласен, чтобы тебя на площадь сейчас вытащили и выпороли бы, так, чтобы ты идти не смог бы уже домой. Тебя бы унесли, ну, вместе с тебя проотмачивали бы, не до смерти. Согласен? Да, конечно, отец Игнатий, да, я прям сейчас бы лег. Ни один не сказал, что не согласен. Но, однако, мы в деле-то видим, как? Павел прощается, дает последнее наказание и говорит, будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. И куда влечь? Вот не дано, не дано, значит, ты не скажешь. Дано скажут. Иоанн Креститель, Иоанн Восторгов, он канонизирован. Он выходил и говорил, отродье дьявольское. Коммунисты пришли, большевики. Что вы делаете? И дальше, они его тут же застрелили на паперте прямо. Ему дано было, и никто не поднимет, даже церковь, звука не издает, оставшиеся в живых. А почему? Ну а волком назвать человека? Он говорит, посылаю вас, как овец, среди волков. И церковь, когда говорит об отступниках, еретиках, Ария, самые грозные слова. Это волк, исчадие ада, сын дьявола. И никто никогда не осуждал. А кто говорит? Такие, как Николычу Дотворец. Это жития святых нам говорит. Просто надо посмотреть и понять обстановку. Другими словами не могли сдвинуться. А что сдвинулись? Кому надо сдвинулись. Поэтому стандартом тут никак нельзя обойтись. Да, правильно, лучше не говорить. А тогда и прибыли никакой нет. Хотели безболезненно? Не получится. Хирург режет больно-больно. Златоузг прижигает больно-больно. А для чего? Загнившую деталь руки там, палец отсекает, чтобы спасти. Так и словами. Господь просто режет ими. А так мы говорим необращенных, никого нету. Они безумствовали и безумствуют. Мне не раз приходилось говорить. Вот вы сказали это. Меня это тронуло вначале, обиделся. А потом и он обратился, стал священником. Я имею опыт. Это надо вымолить у Бога. Где сказать, а где промолчать. Как Соломон говорит в экклесиасте, время говорить и время молчать. Время обнимать и уклоняться от объятий. Как сказать? Целовать, а время ударить. Так что надо просто знать. А что Павел сказал, ты стена подбеленная, он говорит, я не знал. Почему? Потому что они его на это подбили. Должность первосвященника была на всю жизнь. Они каждый год стали покупать ее. Покупать в римской власти. Их там сидело четыре первосвященника. А так как он только прибыл в Иерусалим, он не знал, какой действующий, а какие экс-первосвященники. А он стена подбеленная, да? Да, правильно сказал. Но в данном случае он был первосвященник. Я могу сказать пониже на премьер-министра, на президента эти слова не могу сказать. Я могу сказать епископу, на патриарха нельзя сказать. Вот как понималось это. Все, наверное. Ну да. 28. Хороший вопрос, Олег, задали. Благодарю вас. Давайте помолимся сегодня. Время вышло. Если кто-то хочет остаться, еще продолжите, но уже без меня. Благодарите, достойно есть некого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепоручную. И Матерь Бога наш, и Гач, и Снегшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без искления Бога снова ручшую, сущую Богородицу величаем. Игнатий Михайлович, помолитесь, пожалуйста. Отец наш небесный, любящий наш пастырь, мы предстали перед Твоим величием и просим Тебя, услышь молитву нашу во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Если в чем мы погрешили в этих занятиях, прости нас, Владыка, будь милостив к нам и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве и водительство Духом Святым, чтобы слово Твое принесло обильные плоды. Очисти нашу речь от негодных слов. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом. Нас отключай, Сергей. С Богом. С Богом.